друзья всем доброе утро надеюсь что вы выспались хорошо после глобального тотального перезагруза скажем так всей планеты и так на сегодня не так много новостей всего лишь три но они такие хорошие и значимые я просто привыкла делать очень быстро выводы из той ситуации которая складывается поэтому давайте прям собственно с этого сбоя и начнем инженеры фейсбук неудачно изменили конфигурацию роутеров и соответственно фейсбук называет именно эту причину глобального сбоя распределяющих трафик между центрами обработки данных что привело к разрыву связи между дата центрами утечку данных пользователей в компании не зафиксировали ну по крайней мере они так говорят мировая перезагрузка давайте сразу сделаем выводы первое резервные копии сохранять все сохранять в excel вы не поверите но ровно две с половиной недели назад я дала задание моей помощнице полностью сохранить всю ленту фейсбука потому что у меня основная деятельность конечно бурная началась в 2020 году когда мы готовили нашу конференцию тогда выходила по 48 постов в день мне потом сказали что так действительно делать не нужно вот поэтому сейчас немножко изменилась стратегию однако очень много полезного контента именно в самой ленте сохранилась поэтому первое что мы сделали ну вот я не знаю почему-то вдруг возникло такое чувство действительно захотелось все это сохранить вот и сейчас я действительно думаю о том что возможно скорее всего мы это вообще перенесем куда-то либо на объединим в какие-то брошюры книги методички скорее всего на сайт к нам все это заведем то есть чтобы это был именно наш ресурс понимаете они они вот какие-то такие глобальные истории которых ты зависишь дальше про аудит финансовая подушка безопасности я надеюсь что она у вас уже есть но случай чередного глобального сбоя или кризиса если до сих пор нет пожалуйста велкам на нашу курс финансовая грамотность мы там хорошо это прокачиваем навык продаж навык в общем много разных других навыков тоже про выводы из старта новых проектов опять же вчера на адреналине пока все переписывались быстро мигрировали в телеграм мы залили на наш youtube канал 60 новых видео коротких очень контентных просто о том кто мы что мы какое вокруг нас окружение и я прям вижу что из этого очень круговые сказки первые две серии уже тоже вышли пока видео формате на целых полторы минуты будет конечно больше будет еще текст но над этим работаем про маркетинг выводы про маркетинг внедрить амниканальность то есть разрозненные каналы коммуникации с клиентами и объединить это все в единую систему собрать все ниточки к себе взять систему управления бизнесом свои руки замерить текущую эффективность по каждому каналу новость номер два инициатива значит минфин предложил узаконить право федеральной налоговой службы блокировать спецсчета сейчас это не запрещено но судебная практика складывается не в пользу налоговой инспекции то есть теперь налоговая планирует списывать недоимку со счетов для выполнения гособоронзаказа скроу счетов которые ну за для застройщиков ввели и так далее мой едкий комментарий можете прочитать в ленте фейсбук я его даже здесь не буду приводить я просто хочу сказать о том что нужно провести аудит компания для того чтобы понимать в каком состоянии вы находитесь чтобы для вас не было неожиданностью что к вам вдруг приходит налоговой инспекции и вам выставляют вдруг какие-то миллионные требования и штрафы знать в каком состоянии находится ваша бухгалтерия и ваши финансы это ваша зона ответственности а мы вам в помощь третья новость москва присоединилась к нацпроекту производительность труда и поддержка занятости он будет реализован статусе федерального проекта адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях 2024 году проекта хватит 563 московских предприятий которым окажут помощь настройки производственного процесса и обучение сотрудников по методике бережливого производства но производительность труда это конечно же главный секретный ингредиент эффективного производства и по секрету вам скажу налоговой оптимизации законной налоговой оптимизации они бумажны так что до 7 октября только принимаю заявки на экспресс-аудит пишите в личку и до новых встреч